В эфире деловая программа «Ресурсы». В студии Эльвира Найманбаева. Здравствуйте. Банки первого эшелона за год сократили удельный вес портфеля с 38,2% до 36,6%, сообщает аналитическая служба Рэнкин Кейзет. Лидер рынка «Народный» в августе этого года по сравнению с аналогичным периодом 2013-го увеличил розничный портфель вкладов на 16,3% до 926,5 млрд тенге. Казкомерцбанк на 11,8% до 693,7 млрд тенге. В целом же рынок за этот период увеличился на 19,2%. Из-за более низких темпов роста гиганты сократили удельный вес в рознице. Народный с 21,5% до 20,9%, Казкомерцбанк с 16,7% до 15,6%. Самый агрессивный рост демонстрируют банки второго эшелона. Сбербанк за год увеличил портфель вкладов по физическим лицам в 1,7 раз до 326 млрд тенге. В итоге его доля рынка увеличилась на 2,3% до 7,4%. Цеснобанк увеличил розничный портфель вкладов почти в полтора раза со 189 до 279 млрд тенге. Рыночная доля банка уже 6,3%. Казахстанцы в среднем в месяц тратят в магазине 30 300 тенге. За год сентября 2013-го средний месячный чек по стране на одного жителя вырос на 5 тысяч. Официальный оборот розничной торговли в прошлом месяце зафиксирован на уровне 523 млрд 600 млн тенге, почитали аналитики Рэнкинг-Изет. Самый интенсивный рост ритейла идет в Астане. По сравнению с сентябрем 2013-го оборот розничной торговли столицы вырос на 42,4% до 53 млрд 800 млн тенге. Средний чек на одного жителя столицы в сентябре достиг 64 400 тенге. По сумме среднего чека на человека лидируют Алматы – 88,5 тысяч тенге. Стоимость акций компании Кастрансойл, купленных через Народное IPO, выросла на 33%. В первой волне программы приняли участие 34 тысячи человек, сообщает пресс-служба Самрук Казена. «Я считаю Народное IPO очень важной программой, потому что даже 10% акций, которые будут котироваться на открытом рынке, позволяют значительно повысить прозрачность компании. Сейчас все процессы, которые происходят в Кастрансойле, те вопросы, которые обсуждаются на Совете директоров, все решения, они публичные. И так должно быть со всеми нашими компаниями», отметил глава фонда Самрук Казена Омрзак Шуки. Далее информация от аналитиков Forex Club. Накануне пара евро-доллар предприняла попытку возобновить рост. Котировки вплотную приблизились к уровню 1,2800. Таким образом, рост составил 0,38%. Большей степени движения была обусловлена техническими факторами, так как интересных отчетов ни еврозона, ни США не опубликовали. Золото возобновило рост, укрепившись по итогам дня на 0,74%. Котировки достигали уровня 1248,66, от которого лишь незначительно откатились к закрытию. Движение по-прежнему обусловлено интересом инвесторов к бесрисковым активам на фоне опасений относительно перспектив мировой экономики. Нефть марки Brent, несмотря на позитивное открытие, день завершила с потерями в размере 1,35%. Давление на актив оказывает опасения снижения мирового спроса на черное золото на фоне охлаждения крупнейших экономик. Интересные статистики еврозона не публикуют и сегодня, поэтому движения в большей степени могут быть обусловлены ранее сформировавшимися настроениями и техническими факторами. Возможно, что пара попытается вернуться к максимуму, отмеченному на прошлой неделе на уровне 1,2886. Однако без дополнительных катализаторов дальнейший рост будет вряд ли возможен. Золото сегодня может продолжить рост с первичной целью на уровне 1,257,24 после прорыва 1,248,83. До тех пор, пока рынок не слишком склонен к риску, желтый металл будет оставаться в фаворе. И на этом у меня все. Напомню, что наши выпуски доступны на официальном сайте 24.kz. Благодарю за внимание. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok